Привет! Это снова я, вы знали? Сейчас будет такое немножко скомканное разговорное видео на очень странную тему. Я никогда не думала, что я буду обсуждать это вообще и совместно тем более. Никогда не думала, что политика и парфюмерия каким-то образом может столкнуться не только в моей голове, но и в моем видео и вообще. Но как-то так получилось, понимаете? Начну я с того, что не знаю, даже как я назову это видео, вы это уже узнаете, про буллинг. Не буду называть это даже буллингом, потому что все-таки буллинг это немножко что-то более серьезное, но такие дворовые обсерушки, да, назовем это дворовые обсерушки. Я с ними сталкивалась в жизни с такими достаточно серьезными один раз. Мне было лет 11 и я подверглась насилию, то есть на меня напал в лесу мужчина и совершил насильственные действия по отношению ко мне. После этого несколько, да что там несколько, много детей перестали со мной общаться, потому что одна девочка, которая всплыла в моей жизни спустя 20 с лишним лет, вдруг, внезапно, снова я ее вижу периодически, одна девочка рассказала, что она все видела и я сама виновата, в общем-то я сама чуть ли не просила и говорила давай-давай. И дети, ну что там, детям много надо, да, со мной перестали общаться. Самое странное было, что даже некоторые взрослые, некоторые мамы запрещали общаться со мной своим детям. Я тогда думала, что это деревня, что там? Наверное, это деревня. Наверное, это что-то не то, да. В конце концов, я это пережила и бог-то с ним, в общем даже лучшая подружка со мной перестала общаться, потому что ей запретила бабушка, потому что такой, как я, которых насилуют, понимаете, общаться просто нельзя, неприлично с такими, как я, дружить. Это мы проехали в школе, в общем, давно никто не издевался, особенно я так всегда стояла особняком. У нас не было, у нас был, были, да, вот эти школьные обсерушки, но они такие были, знаете, добрые. То есть мы там и обосрём, и поможем, если что надо. Я, в общем-то, всегда такая. Я могу и гадости наговорить, но зато, если что-то надо, я помогу. И вот сейчас в взрослой жизни я столкнулась с так называемым буллингом, да, в детском саду. И знаете что, обсирали не ребёнка меня. То есть у нас там произошла ситуация, когда накопились вопросы к воспитателю. Мы пришли, задали вопросы директору, и когда все эти вопросы были заданы воспитателю напрямую, воспитательница сказала, что я вообще ухожу, да как вы можете, вы меня оболгали, обосрали. А мы как бы просто спросили, ну, то есть у нас был ряд вопросов. У нас был ряд вопросов, с которыми мы пришли чётко, прям вот всё, по-деловому. Она по-деловому не захотела, захотела вот так вот. Ушла, психанула, сказала, что мы вообще её оболгали, унизили, оскорбили. Ну, ладно, хорошо. Но потом мне в личку стали писать, что мой ребёнок тупой. Мама, с которой мы до сих пор каждый день видимся в детском саду, написала, что мой ребёнок тупой, что я её плохо одеваю. Понимаете, уровень, да? Меня мало что в жизни вообще удивляет, потому что я, ну, человек занятой, взрослый, да, и вот это вот всё. Я почему-то списала одна, может быть, думаю, она ещё кормит. Может быть, у неё маленький ребёнок, может быть, у неё какие-то дом проблем. Ну, то есть, возможно, это какой-то просто, да, фактор сыграл, и почему-то я, видимо, как самое слабое звено, явилась этим катализатором. И, в общем, это произошло. Но сейчас я вообще человек с политикой. Я не обсуждаю, да, ни свои политические взгляды, ни чужие политические взгляды, ни политических деятелей, каких бы то ни было, тем более, на широкую аудиторию, потому что я не очень подкована в споре, я не умею аргументировать хорошо, чётко, у меня не так построен мозг, что я могу прям вот очень чётко аргументировать и отбивать вот эти вот, да, то, что в меня швыряют, я тут же раз-раз-раз и аргументированно отбила. И также я не очень хорошо, у меня поставлена хабалистая речь, что я не могу сдавить свои вот эти вот, заткнись, да, я твою мамку вертел. Я, скорее всего, буду плакать, если у нас будет какой-то спор, поэтому я стараюсь этих спор и всех избегать. Я читаю комментарии, и в основном эти комментарии почему-то от лиц, которые хотят стать новой и дивной Россией, такие, как в сторону, например, Семёна Слепакова, который написал стишок. Если вы не в курсе, да, Семён Слепаков написал стишок, ему на этот стишок в Панамку напихали такие х**. За стишок человеку писали, чтоб ты сдох. Я хочу, чтоб твой ребёнок сдох. Я хочу оттрахать твою жену до смерти. Я хочу обвертеть тебя кишками твоей семьи и повесить на Красной площади. То есть, ну вот это, знаете, это самое меньшее, что было в комментариях. И эти люди сейчас выходят за новую дивную Россию, чистую, да. Для меня это немножко странно. Ну, вообще, всё это для меня очень странно. Ну, я никогда не писала незнакомым людям, чтоб ты сдох. Даже знакомым, знаете, не писала, чтоб ты сдох. Я, возможно, даже никогда не думала такого всерьёз. Ну, типа, в каком-то порыве со своим мужиком, возможно, да, но вот так, чтобы прям серьёзно это писать. То есть, написал, подумал, не отправил. Нет. Нет. Ну, по крайней мере, в какой-то своей, да, трезвой жизни, старше, там, 12-13 лет. Если вы не видели, ещё чудное видео есть, где сторонник Навального описал своего дедушку. Это то, что тот не сторонник. Тоже тут как бы... Так вот, собственно, к чему? Почему? Причём, казалось бы, здесь парфюмерия. Но сейчас происходит какая-то странная штука. Есть блогер Карим Цакоева, которую я смотрю. Я не буду скрывать этого, да, я смотрю. Я вообще всегда относилась к людям, которые не понимают высказывания в стиле «Фу, это что, Джигарханян? Я не буду смотреть с ним фильм, потому что он изменил своей жене». Ну, как бы, я смотрю фильм, и я смотрю на актёрскую игру. И какая у него там личная жизнь своя, меня вообще мало. Поэтому я слушала в машине Карима. Она стройно рассказывает о каких-то парфюмерных там делах. Определённые видео мне были интересны. И слышала, безусловно, всякие там, типа, она не высылала мне флакон. Я всегда к этому относилась. Типа, ну вот. То есть я не её подруга, мы не знакомы лично, мы никак не пересекаемся. Мне интересна тема парфюмерии. Она складно поэта рассказывает, я это слушаю. Но сейчас чего-то как-то пошло не так. Потому что, во-первых, очень сильная позиция политическая у человека. Это хорошо, если ты имеешь чёткую политическую позицию. Но это плохо, когда ты пишешь, чтоб ты сдох. Я хочу, чтоб ты сдох. Сдохни, тварь, ты сдохнешь, сдохнешь. И это вещается на достаточно большую аудиторию в Инстаграм, на Ютубе. Весь вот этот вот посыл. То есть это странно. Если у тебя чёткая позиция, ты её как-то отстаивай, пожалуйста, но без вот этого вот. Я желаю тебе смерти, чтоб ты сдох в сторону кого бы то ни было. Это как минимум странно для меня от взрослого человека, который не ПНДшник. Ну, это действительно странно. Это первое. Второе. Её позиция по отношению к вообще людям, в принципе, мне странна стала в последнее время, потому что очень много. Я не ищу. Я специально ничего не ищу. Коля снял видео по поводу Любови Берлянской и её отношений с Армель-Бракар. Я не знаю, кто такая Любови Берлянская. То есть я слышала, что такая есть, но ни на её Инстаграм, ни на Телеграм. На Телеграм вообще я ни на чей не подписана. Я там, знаете, так, по проходам. Ни Ютуб. Я её никогда не видела. Я никогда её не видела, никогда её не слышала. Просто слышала, что такая есть. Ну и мне этого как бы хватало. Мне было неинтересно. Я не подписана ни на Богдана, не подписана ни на Храницу Ницей и Корей. На Карину вот, кстати, я подписана до сих пор, но, наверное, всё-таки я отпишусь, потому что мне тяжеловато читать вот эти вот политические шепты «Сдох». Я желаю, чтобы вы все твои горели в аду. Это для меня является какой-то, да, разрушающим контентом, а не... Я зашла на духи посмотреть, а там, понимаешь, мне вот такое. Поэтому, ну, опять же, это её право так вещать. Моё право на это не смотреть, не комментируя, да? Ну, Коля снял видео вот про эти отношения Любови Берлянской и Армели и так далее, на которой мне, в принципе, тоже с большой, да, такой вот стороны. Ну, типа, как бы я не поддерживаю номерную парфюмерию, но все вот эти вот страшные, разоплачающие... Ну, это забавно просто, что человек говорит, что он не любит номерную парфюмерию и что, если вы хотите купить Лос Черри, то вы должны купить Лос Черри, а потом оказывается, что она делает клон Лос Черри под номером 116. Ну, это, знаете, так для меня это забавно. Не более того, я не поддерживаю Колю в том плане, что там были какие-то вот выпады в сторону именно вот, да, внешности, какие-то слова. То есть надо было разложить всё по фактам, что, собственно говоря, он и сделал во втором видео. Человеку тяжело иногда, когда он чем-то болеет, действительно, в смысле не болеет физически, а он за что-то болеет, за какую-то тему, и вдруг вскрывается вот это, всё, шары на лоб, я сама такая же, и вот это вот, как собака... Первое видео было таким, второе видео было абсолютно разложено по фактам, всё стройно, чётко и так далее. Было странно, что Люба не отреагировала никак. Никто, собственно говоря, никак не отреагировал. Но Карина Цакоева пришла и как там устроила шкандаль. Она говорила, кто ты такой, давай, до свидания. Просто мне очень странно, что человек, который следит за политической ситуацией, поддерживает кого-то кроме президента и прекрасно смотрит наверняка все видео, новости и так далее, и который пришёл на канал к малоизвестному блогеру, который снял разоблачение и говорит, если какой-то малоизвестный блогер снял разоблачение, я не буду ничего говорить. Почему я должна оправдываться? Кто ты такой вообще? Почему мы все должны оправдываться перед тобой? Мы вообще ничего объяснять не должны. Вам не напоминает это диалог человека с усами одного из тех, кого она не поддерживает? То есть тип, ты как бы, как это, или крестик сними, или трусы надень. У тебя должна быть чёткая позиция по отношению ко всему. А то получается, что тут, значит, ты сдохни, но отвечать я буду абсолютно так же, как и ты. Не понимаю. И опять же, к ней претензий не было никаких. Почему человек пришёл и начал вот это вот весь лай, хай и ужас, и при этом она сама пришла и стала говорить, что вы хайпите. Да какой хайп-то, боже мой, это 500 просмотров. Я не знаю, я не знаю, опять же, что там. Она писала, что вот, я помню, как мы с тобой стояли, там, что ты расстроился, что ты не достались флаконы. Я не знаю, что там была ситуация. Если бы там была новогодняя вечеринка и всем достались флаконы, а мне нет, я бы тоже расстроилась. Но расстраиваться из-за того, что тебе не... Я не знаю, мне как бы миллион флаконов не нужно, я ими торговать не буду. Я не умею, я бы с удовольствием. Честно, у меня тут стоит куча всего. Я самая выгодная сделка, которую я совершила, это продала за 4 тысячи практически новый этот самый, как его, зарко-парфюм, потому что он не стоял, и мне было жалко, что он стоит, и я типа такая, собирайте, пожалуйста, его. И у меня ещё и скидку выпросили. Поэтому вот как торгаш я вообще никакая. Я думаю, что многие такие же. Мне странно, что человек приходит, а потом она пришла к Фред Печальной, у неё там тоже. Потом была неприятная ситуация с Леной Четоки, что у неё в телеграме, причём Карина, как мне сказала Лена Четоки, они общаются, и практически каждый день, они не подружки, безусловно, но практически каждый день они как-то пересекаются, да, то комментарии, то так далее. То есть они прекрасно знают друг о друге, и они в нормальных отношениях. И вдруг в её телеграм-канале начинается буча, которую Карина никак не останавливает. Возможно, это хорошо для роста телеграм-канала, потому что сейчас там идёт большой прирост, потому что всем интересно. Эта тема как-то начала, да, форситься, узнаваться. Там пишут, опять же, женщины, о которых я думала, что такое бывает только в каких-то анекдотах и каких-то... То есть это женщины, у которых гормональный сбой. Я думала, что так всегда и есть, что они сидят в чатике, пьют чай и говорят гадости про внешность женщины, которую они в принципе даже и не знают. И это не Ким Кардашьян, да? То есть это маленький, никому не нужный, как они говорят, блогер, они говорят, что у неё там прыщ на лбу, некрасивые волосы, некрасивая речь, и они обсуждают это в течение там четырёх дней подряд. Четырёх дней. Каждый день они пишут это. Кому это может быть интересно? То есть, ну, я могу себе представить ситуацию, когда я с подругой вдвоём, да, ну или втроём, в закрытом каком-то месте обсуждаем внешность новой девушки моего бывшего, да, все мы люди, все мы женщины, у всех у нас гормоны. Я могу себе это представить, но чтобы в открытом месте, куда любой человек может прийти и прочитать, это очень странно. Зачем? Почему это интересно? При этом они говорят, что ты никому не нужна, ты тупая, ты продала паль, там суть в том, что Лена продала палёный флакон, а потом оказалось, что флакон не палёный. И никто не извинился, все продолжают обсирать. Это ли новые лица свежие, да, новой той самой волшебной России? Я не знаю, мне бы не очень хотелось. Расскажите мне, пожалуйста, как это возможно? Почему это возможно? Я никогда не считала для себя необходимым заявлять описка, вот это вот, я не буду. Но просто человек, который желает смерти многим, который говорит гадости про многих, который говорит, ты никто, я всё, ты кто такой, я тебе ничего не должна объяснять, иди в жопу, я тебя заблокирую. То есть несёт вот это вот, она всё говорит своим ртом, да, потом она этим ртом целует своих котов, а потом она вот этими руками и этим ртом разливает вам парфюм. И вы поддерживаете вот это всё рублём. И там, опять же, идут обсуждения по поводу Лены и её донатов, но у Карины тоже есть донаты. И никто не говорит, что у Карины донаты тоже. То есть как такое может быть, что у Карины донаты нормальные, а у Лены донаты плохие? Ты уж либо поддерживай, либо не поддерживай. Знаете, я могу сказать Лене, Лена, какого хрена ты просишь донаты? Потому что я никогда ничего не просила. Я считаю, что это, ну, типа, вот для меня, да, неприемлемо, потому что я делаю контент для себя. И это, типа, мои личные, как бы, да, я микроканал, у меня только свои там подружки сидят, условно говоря, и на меня смотрят. Очень редко ко мне приходит кто-то новый, и в основном это свидетели бракар, которые говорят, что я при этом, опять же, почему-то именно это всё какая-то вот, да, плотная, клубок какой-то очень странный. Между бракар, Армель, Кариной, любовью и любовью к бракар. И когда я говорю что-то про бракар, у меня в руках флакон, я говорю, мне не нравится этот флакон. Было много флаконов, которые мне нравятся. Я не из тех, знаете ли, кто ненавидит бракар в принципе. У меня есть, у меня есть сирень, которая мне нравится. У меня есть эта княжна с анальной пробкой, которая мне нравится. У меня есть ещё там какая-то клон этой самой эскады или нитки, которая мне нравится, из Фрутиссимо. Мне даже нравится из Color Filling красный, понимаете. Но когда я дружу в руках флакон и говорю, что вот этот запах мне не нравится, тут же приходит какая-то почему-то именно женщина и говорит, а мне не нравишься ты, знаешь. У тебя зуб кривые, жопа толстая. Вы же понимаете, что здесь что-то не сходится? Вы же понимаете, что здесь что-то не сходится? У тебя учитель в школе спрашивает, что будет А плюс Б, а ты говоришь, у тебя жопа толстая, ничего, я тебе не отвечу, понятно? Вот примерно такая же риторика. Как возможно это всё соединить? Как возможно это закончить? Я стараюсь на своём канале удалять какие-то неприятные комментарии в адрес других людей. И только если там, условно говоря, жава ебёт гадюку, и они просто сами между собой там... То это норм, потому что это просто две женщины, они там себе вот это вот всё убирают, негативчик, оставляют его на моём уютненьком канале и уходят к своим мужьям счастливой. Я надеюсь, что, знаете, я несу в массы прекрасное. В общем, давайте как-то, пожалуйста, прекратим. И с одной стороны, если вы мои, да, мои друзья, как получилось, я на стороне, которая сейчас против, маленькая блогерская, ублюдская, никому не нужная сторона, как нам говорят, друзья мои. Давайте прекратим, если мы хотим что-то выяснить, использовать такие слова, как мясная фабрика, жиробасина, воровка и так далее. Потому что это не диалог, это не конструктив. Если есть какие-то вопросы, можно их вот так вот по фактам, да? Уж если нам отвесят в ответ, идите, я вас не звал, я вам ничего не объясню и не расскажу, я вас забаню, у тебя страшный лоб и прыщ. Понимаете? Ну, мы же всё равно будем в выигрыше, мы сохраним лицо. Если все стороны соберутся и как-то конструктивно поговорят, ну, в этом я сомневаюсь, поэтому я даже не буду придумывать, что будет, потому что тут настал бы действительно безумный, дивный новый мир, и комета бы шлёпнулась и всё это бы прикрыла, потому что нормально быть просто, по-моему, уже не может. Расскажите мне, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете? Как вообще справляться с этими обсерушками во взрослой жизни и как этого избежать? Видимо, никак. Просто белый шум должен быть какой-то. Карина сказала хорошую фразу «Собака лает, караван идёт». Давайте каждый в душе будет караваном, да, который будет мирно следовать по своему пути. Только не лаять в ответ, потому что если караван лает в ответ, то это караван собак. А это не очень хорошо. Всю-сю-сю вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok